тенис литос 4 года диагноз острый лейкоз помогите спасти жизнь ребенка координаты родителей и номер карты приватбанка внизу под видео благодарю всех за помощь здравствуйте мои дорогие зрители канала amazonian dream наверное вы уже знакомы с моим пристрастием к рыбе которая обитает в амазонском бассейне да и вообще мне очень нравятся все американцы но сегодня в этом видео речь пойдет о рыбе которая не имеет никакого отношения ни к амазонке не к жителям американских пресных водоемов вы уже видели этого красавца в предыдущих моих видео и в отличие от некоторых соседей по аквариуму он очень любит позировать на камеру так что встречайте пестрый многопер аквариумная рыбка семейства многоперовых латинское название полиптерос арнотипинис встречается под названием мраморный башир или мраморный дракон в природе пестрый многопер обитает в водоемах которые расположены на территории тропической африки преимущественно южнее экватора ареал обитания лишь немного простирается на север до камеру рыбки этого вида предпочитают спокойные воды всевозможных болот озер и рек их можно встретить в озере руква или тангайка а также бассейне реки конга из-за чего этот вид еще называют канглолесским многопером мраморный башир необычайно красивая аквариумная рыбка обладающий неповторимым окрасом что делаете популярной среди аквариумистов благодаря пестрому довольно экзотическому окрас цена на рыб этого вида более высокая чем на другие виды многоперов например сенегальских или пальмовых характерная для пестрого многопера узорчатость послужила поводом для названия вида молодых особей рисунок особенно ярко выражен однако со временем по мере роста рыб он обретает гораздо более бледные тона цвет брюшка варьируется от белого до светло-желтого спинка окрашена в серо-коричневый цвет который имеет мраморный узор состоящий из пятен беловатого цвета голова усыпана мелкими пятнышками образующими сечастый рисунок рыбка имеет большой конечный рот благодаря чему с легкостью активно охотится на добычу обитающую средних и даже верхних слоях воды на плавниках чередуются белые и черные пятна образуют непрерывные ряды спинной плавник перед которым расположен ряд из 20 чешуек состоит из 9 10 небольших шиповидных плавников тело немного уплощено с боков максимальная длина рыб которую удалось зарегистрировать составила 60 сантиметров по неофициальным данным возраст мраморного башира может иногда превышать 30 лет мраморный башир является одной из самых активных рыб среди крупных видов входящих в семейство многоперовых свою добычу он преследует ночное время суток необходимо плотно накрывать крышкой аквариум поскольку рыба способна запросто выбраться наружу температура воды в аквариуме может колебаться от 24 до 30 градусов цельсия взрослые особи ведут обособленный образ жизни за исключением того периода когда рыб начинается брачный сезон и они держатся парами в юности у этих рыб на голове располагаются рожки напоминающий своим видом веер из перьев на самом же деле это отростки густо пронизаны кровеносными сосудами и служат дополнительным органом дыхания связано это с тем что в мелком возрасте это рыбка объект охоты хищников и большинство времени они проводят в укрытиях воде мало насыщенным кислородом к полугодовалому возрасту эти отростки пропадают и рыбка без проблем может дышать атмосферным воздухом подплывая к поверхности воды и заглатывая его ртом молодые особи питаются беспозвоночные взрослее мраморный башир начинает пополнять свое меню рыбой и лягушками хотя основу рациона прежде всего составляет рыба в условиях аквариума мраморный башир иногда может отдавать предпочтение тем или иным видом корма в целом рыбка не привередлива к еде и примет все что ей предложено да и не надо забывать что это хищник и подбирать соседей по аквариуму нужно исходя из этого пищу орнату подойдут кормовые золотые рыбки креветки мелкие живые раки мороженый мотыль а также сухие гранулы идущие ко дну в основу которых входят белок животного происхождения и хотя рыбки при отсутствии полноценной пищи легко приспосабливаться к сухим кормам все же не стоит на длительные сроки переводить на такое питание многоперы склонны к перееданию поэтому молодых особей следует кормить не чаще одного раза в день а взрослых рыб можно кормить еще реже как уже говорилось тело этого полиптеруса покрыто точками и штрихами которые образуют своеобразный орнамент рыба довольно неприхотлива хорошо себя чувствует при температуре 24 30 градусов просторном аквариуме емкостью от 200 литров обязательным условием содержания является фильтрация воды и ее подмена раз в неделю 20-30 процентов от общего объема в качестве соседей полиптерусу подойдут крупные спокойные рыбы рыбки которые пролезут в рот рано или поздно будут съедены аквариум лучше всего оформить камнями и корягами можно использовать растения но они не обязательны мой опыт с полиптерусами начался пару лет назад сенегальского альбиноса последний достаточно недорогой правда и не такой красочный да и не растет до таких размеров как орнат по истечении нескольких месяцев полиптерус бесследно пропал из аквариума и скорее всего виной этому был сосед по банке краснохвостый фрактоцефаус и вот пару месяцев назад я решился и заказал себе второго дракона в аквариум на этот раз арнотипиниса полтора месяца он жил у меня в отсаднике вместе с тернотусами несколькими малышами боци и клоуну и вот в один прекрасный день мои боцели начали по одной исчезать из аквариума пришлось парня отсадить уже в этот аквариум который вы сейчас наблюдаете но и тут он отличился тем что подловил почти всех малышей моногуанской цехлозоны выжили только самые крупные и шустрые растет это чудо достаточно медленно и с возрастом у него постоянно меняется окрас хвостовой и боковые плавники а также перья на спинке стали более красочным а вот тело стало менее контрастным почти полностью пропали перышки на голове остались небольшие отростки последнее время закрадывается мысль добавить ему еще сюда приятеля полиптеруса эндлихери который по идее должен вырасти таким же красавчиком только с более хищным видом целом рыбка я очень доволен да она достаточно красивая и активная непривередливая к питанию объемом воды да и условиям содержания целом желающим завести у себя такого дракона могу посоветовать подготовить ему жилье от 200 литров с хорошей фильтрации насыщением воды кислородом и течением можно не заморачиваться так как орнатов они не нужны используйте мелкую фракцию грунта и позаботьтесь о множестве укрытий и ваш любимец будет радовать вас долгие годы а и друзья мои спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось это видео ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала не забывайте заходить в группы в соцсетях все ссылки в описании канала ну а сейчас желаю вам добра и удачи здоровья вам и вашим питомцам с вами был андрей зубкевич до новых встреч а а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»